Металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе решили сравнять с землей. Войска России и подконтрольной ей группировки ДНР начали очередной штурм. По сообщению советника городского головы Петра Андрющенко, зона «Азовстали» под мощными бомбардировками. На территории предприятия держат оборону защитники города, а также скрываются сотни мирных жителей. Днем СБУ перехватило разговор, где один из боевиков ДНР рассказывает, как Россия планирует стирать с лица земли «Азовсталь». Ждем тут сюрпризы от России. Какие? Трехтонные. С неба. Сказали сравнять всю землю. А мирные? Все уехали. Всех, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные остались. Перед этим в сети опубликовали видео, как спецназ якобы штурмует катакомбы завода. На самом деле место съемки находится довольно далеко от «Азовстали». Там нет ни бункеров, ни украинских военных. Представитель полка «Азов» в комментарии «Радио Свобода» подтверждает, российские войска обстреливают Мариуполь всеми видами оружия, кроме разве что ядерного. Обстановка АВШ, что я на територию Азовстали, а також в прямом поле, скидают бомбы, скидают огни, полк, обстреливают из этих оружия, 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 то есть все, что у них в наявности, надважки, надпотужные, кроме ядерного оружия, они используют безусловно в месте Мариуполь. Утром 20 апреля один из командиров полка «Азов» Максим Жорин заявил, что в «Азовстали» обвалилась одно из подземных убежищ в результате ударов со стороны российских сил. Подтвержденной информации о погибших пока нет, но по его данным точно есть пострадавшие. Так называемая ДНР подтверждает наличие бомбоубежищ под «Азовсталью», но скрываются там якобы только украинские военные. Перед штурмом представитель группировки ДНР Эдуард Басурин заявил, что информация о гражданских на заводе – это выдумки украинцев. Подобные заявления от Басурина звучали и после авиаударов, по драмтеатру, где погибло более 300 человек и по третьей больнице в Мариуполе. Чаще всего именно так российские прокси заранее готовят почву для бомбардировок. Насколько мне известно, что штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма данного объекта, они уже приступили к своей работе. В этом хорошо нам помогает Российская Федерация, это авиация и артиллерия. Глава группировки ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявлял, что информация о большом количестве детей и взрослых в бомбоубежище Азовстали не подтвердилась. Не подтвердилась, но бомбить уже начали. Мы проверяем эту ситуацию, сейчас пока нет ни подтверждения, ни опровержения данной информации. Пропагандисты активно раскачивают тему о боевиках националистических батальонов и иностранных наемниках в бомбоубежищах Азовстали. Российская Минобороны предлагает военным сдаться и якобы гарантирует каждому сохранение жизни. К вечеру ведомство назвало информацию о гражданских на заводе ложью. Но вчера полк Азов опубликовал видео из бомбоубежища Азовстали. На кадрах видно, что в укрытии вместе с военными находятся обычные люди, женщины, очень много детей. Они просят открыть зеленый коридор, который даст возможность выбраться из заблокированного города. Боевики уже несколько дней игнорируют все просьбы об эвакуации. Мы пришли сюда и моему сыночку было 30. Вот я с тремя детьми. Здесь условия не сильные для детей. Не учеба, никакого развития, питание небольшое. И вот детей уже. И зубы портятся начали. Витамина D не хватает, солнца не хватает. Не только видео Азова подтверждает, что мирные жители скрываются под Азовсталью. В сети появились кадры с маленькой Алисой, которая живет в бомбоубежище с мамой. Когда неделю назад азовцы сообщали о применении неизвестного химического вещества со стороны российских войск, пострадали в том числе и мирные жители. На кадрах видно, что это бомбоубежище и люди находятся там довольно давно. Информацию о гражданских в укрытиях завода подтверждает и глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Он говорит, что там от обстрелов укрываются более тысячи жителей. Значит, на заводе, на территории завода Азовсталь действительно находится большое количество гражданских. В том числе женщины, дети, старики и грудные дети в том числе. Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежище, которое позволяет там какое-то время пережить обстрелы. Эту же цифру озвучил и генеральный директор завода Энверт Скитишвили. По его словам, всего 34 бомбоубежища на Азовстале вмещают более 12 тысяч человек. Для мирных жителей там заранее подготовили еду и воду. Сейчас в укрытии, по его данным, находится больше тысячи мариупольцев. На комбинате поддерживали в рабочем состоянии, в хорошем состоянии бомбоубежища. И с момента начала войны, нападения, мы сразу предупредили наших сотрудников о том, что если снаряды будут попадать в здание и будет создана какая-то уроза их жизни, немедленно передвигайтесь на территорию комбината. Мы принимали всех за исключение. У нас на комбинате Азовсталь сегодня, по нашим подсчетам, находятся более тысячи человек. В России видео о гражданских в укрытиях завода сначала назвали фейковым. Якобы Азов мог записать видео где угодно. При этом сами же российские СМИ заявляют, что их войска держат под контролем практически весь город, кроме Азовстали. Как в этом случае бойцы могли записать видео где угодно, неясно. В то же время в заявлениях России явно прослеживается непоследовательность. С одной стороны убеждают, что никаких гражданских там нет, а с другой предлагают всем желающим гражданским уйти с территории предприятия. Вечером 19 апреля российский Интерфакс опубликовал заявление Минобороны РФ. В нем говорится. Обращаемся к представителям киевской власти. Если кто-то из гражданского населения находится на Азовстале, требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры. После этого на пропагандистских каналах стали транслировать месседж, что если в бомбоубежище и есть гражданские, то азовцы их держат как живой щит. В ютубе видео с местными жителями на Азовстале начали перезаливать именно с таким названием. Сейчас вместо отъявленных нацистов, которые все в татуировках и свастиках, украинская же сторона показывает, что там, оказывается, гражданские есть, дети. Нацисты прячутся за детьми. Теперь пропагандистские СМИ раскачивают информацию о живом щите, то есть подтверждают, гражданские на заводе есть. Несмотря на это, Азовсталь продолжает штурмовать и бомбить.